Приветствую вас на первом циничном канале и сегодня мы поговорим о разделении общества на касты. Причем не какого-то конкретного общества, а всего человечества. Хотели бы вы разделение на касты или нет? Скажу о том, что такое касты, по каким параметрам могло бы быть разделение. Начну со сказки в чистом виде утопия, но тем не менее из этой сказки можно сделать очень много выводов. Но, тем не менее, представьте такую ситуацию. Изобретен суперкомпьютер, некий квантовый компьютер. Многие сейчас уповают на изобретение искусственного интеллекта. Все, все, что вы можете только помыслить, в этом компьютере есть. Там искусственный интеллект, он намного сильнее человеческого. Просто вот суперкомпьютер. И вот этот суперкомпьютер, например, сильные мира сего соглашаются с такой идеей, что давайте-ка мы сейчас подключим этот суперкомпьютер, занесем туда личную информацию, которая уже, в общем-то, собрана о многих людях. И которую собрать, как вы понимаете, не так-то сложно по вашей активности в интернете, по даже вашему поведению на улице. Это можно там камеры объединить, вас отследить по камерам. Ну, допустим, это в труднодоступных районах не происходит, каких-то просто там центральной Африки. Но в основной части мира это происходит. Вот дальше этот супер, мега, ультракомпьютер делает вывод, какой касте вы принадлежите. Он взвешивает все. Каждый ваш лайк, каждый ваш шаг, каждая вообще вашу мысль, там, публикацию в интернете, действия в реале. Он взвешивает все и распределяет на касты. Скажем так, он объединяет единомышленников. И может быть даже рано или поздно эти касты, ну, скажем, начинают жить обособленно. Это сказка. Я говорю, что ничего общего с реальностью. В чем суть? В зависимости от того, насколько в вас присутствует животное или, напротив, человеческое начало, вы попадаете в ту или иную касту с единомышленниками. Ну, смотрите, польза стопроцентная. Преступность практически в мире сводится к нулю. Потому что, если вы можете жить нормально, генерировать какие-то идеи, что-то открывать, производить, вы попадаете в одну касту с единомышленниками. И там вы, в принципе, чувствуете себя спокойно. У вас никто не срежет кошелек. Вас никто там с заточкой какой-нибудь не пронет в подворотне. Потому что вы среди равных находитесь. Компьютер не ошибается. Мы исходим из того, что он не ошибается. С другой стороны, допустим, зверье, которое не может жить в человеческом обществе, которому нужно воровать, грабить и так далее, оно попадает в касту своих сородичей, скажем так. Там тоже преступность снижается. Ну, может быть, не до нуля, но очень сильно. Потому что на чем держится преступность вот этого зверя в основном. На том, что оно спекулирует на достижениях религии, цивилизации. То есть, грубо говоря, я украду, убью, но меня нельзя, например, расстрелять. Потому что цивилизация дошла до того, что там жизнь бесценна, человеческая. Меня не могут расстрелять, хотя бы я убиваю. А здесь нет. Он живет среди сородичей, он срезает кошелек, и он понимает, что ему тут же проломят голову. В принципе, все друг друга понимают. Поэтому он уже просто боится. То есть, одно общество регулируется сознанием, само регулируется, другое страхом. И вот таких каст становится огромное множество. То есть, это не только там люди и зверье. Нет. Это прям вот градация. Там, не знаю, 100 каст, к примеру. Зверье, оно тоже разное бывает. Одно дело какой-то там полудурок, условно говоря, а другое дело маньяк. Реально там маньяк, который там убийца, грабитель, рецидивист постоянный, который ничего другого не делает. Который просто выходит на свободу после очередной отсытки и опять заезжает по той же статье там или по смежной. То есть, они живут обособленно. Более того, дальше идет градация уже, ну, если не берем самое днище, самое днище, то градация идет в зависимости от развития. Человек, который ничем не интересуется, но он и преступления не совершает, там, ну, грубо говоря, валяется на диване. Ничего ему не интересно, такая вот, там, чисто такая прокрастинация. Он оказывается в касте таких же, как он. Безвредные абсолютно люди, никакого вреда не приносят. Но, тем не менее, и креатива там нет. Что дальше? Дальше жизнь нормализуется. Потому что, опять же, не будет никаких нежданчиков, условно говоря, взять тематику мужского движения. Нету никаких обиженных мужчин, так называемых, который там поверил в любовь, создал семью и потом там лишился имущества, детей и так далее. Нет. Вот эта каста людей, мужчин и женщин, таких прошаренных, духовно развитых, интеллектуально развитых, это одно. Соответственно, мужчина из этой касты находит женщину из своей же касты и, соответственно, создает семью, не ожидая удара в спину. Потому что женщина тоже отобрана этим компьютером, находиться в этой касте. Каста низшая, где мужчины не контролируют свои животные инстинкты. Он просто увидел там в короткой юбке, у него с конца закапало сразу, мое. Вот, там ему такая же женщина будет соответствовать, которая сразу его там ошкурит, на алименты поставит. Все по полной программе. То есть, в принципе, все получают, как говорится, каждому свое. И вот здесь, друзья, подытожив эту сказку, я бы хотел, чтобы вы подумали. Хотелось бы вам такого или нет? Согласились бы вы жить в таком обществе или нет? Лично я, наверное, согласился бы. Если учтены будут вопросы духовности, в том числе не только интеллекта, но и духовности, я бы согласился. Так вот, разумеется, я бы хотел быть в той касте, в которой я буду отобран, в ту касту. Я бы хотел там быть на низах, чтобы я находился с людьми, которые, в общем-то, выше меня и подучиваться. Я бы не хотел, скажем так, под потолком каста быть, я бы хотел на полу каста быть, чтобы мне было у кого учиться. Но, тем не менее, я бы хотел, хотели бы вы, продумывая ответ на этот вопрос, вы можете как раз понять, в чем ваше несовершенство. То есть, вы, допустим, говорите, что нет, не хочу, это слишком как бы, слишком нужно все соблюдать, да? Ну, значит, для вас низшая каста, более низкая каста. Хотели бы вы или нет? Отвечая на этот вопрос, вы можете увидеть свои несовершенства. И, может быть, как раз вы поймете, что, ну, исходя из какой-то, не знаю, идеи просто абстрактной, вы бы хотели, чтобы вы принадлежали к высшей касте, даже если нет компьютера. Так вот, друзья, я уже сказал, что очень многие, как раз весь трэш паразитирования одних членов общества над другими, он как раз строится по принципу безнаказанности. Я видел очень много людей, которые ожидали, что христиане должны, не знаю, плясать под их дудку, например. Ну, я говорил, то есть, какой-нибудь такой шариковщина подходит к священнику, дай денег. Ну, понятно, что на водку. Эта же шариковщина при команде ФАС первая будет, которая побежит этого священника с колокольни сбрасывать, потому что она его ненавидит. Но, тем не менее, сейчас вот она очень хорошо паразитирует, потому что ей кажется, что христианство, ну, на ее языке христианство, это что-то вроде терпильства, да, на нем можно паразитировать. Он не понимает христианство, но он видит, что там сдачи давать не принято, значит, там можно безнаказанно и воровать, вот, или грабить. Там вроде бы принято милостыню давать, значит, там можно просто паразитировать, клянчить и так далее. Вот, не относясь к христианству, он туда лезет. А здесь нет возможности. Все, по кастам распределены. Такие же сородичи. А ну, дай бабок, на тебе бутылкой по голове. Вот, все, пообщались, как говорится, на равных. Так вот, задайтесь вопросом, хотели бы вы, чтобы это было или нет. Почему я, собственно, вообще эту тему поднял? Дело в том, что, на мой личный взгляд, это не сказка. На самом деле, сейчас так оно уже и есть. И дело в том, что даже если кто-то этого не видит, я думаю, что низшие касты, они видны только сверху. То есть, низшая каста, ну, низкая каста, может видеть только то, что еще ниже ее. Высшая каста может видеть, соответственно, все касты. Потому что, я же говорю, что какой-нибудь там Шариков, который подбегает к священнику и там, блин, дай мне бабла, он не понимает, что такое христианство. Священник понимает разницу между им и собой. А вот это вот существо, оно вполне возможно у священника даже считает ниже себя, оно его ненавидит. Так вот, поэтому я думаю, что сейчас так оно и есть. Касты эти существуют. Но в то же время не хватает того самого суперкомпьютера, ресурса, который полностью управление, скажем так, возьмет в свои руки. И, увы, наверное, это не очень радостная новость. Я думаю, что такая штука в ближайшее время будет сделана. И здесь многих может ждать сюрприз. Несмотря на то, что сильные миры сего, которые будут это делать, на мой взгляд, не духовны. Не духовны. То есть, это путь людей, это люди порядка, это люди мысли, интеллекта, но не духовности. Вполне возможно, что это рано или поздно будут ближайшие окружения антихриста. То есть, религия, это не их конек, скажем так. Но, тем не менее, это люди, которые в то же время и не будут особо якшаться вот с этим вот, по их мнению, может быть, даже каким-то балластным населением. Которое непонятно, чем занимается и для чего существует. Какой смысл преследует своим существованием. То есть, я думаю, что это будет сделано. Это будет сделано нерелигиозными людьми. Каково будет отношение религиозных людей, действительно прошаренных в этой области, и тех людей, которые это будут делать? Не знаю. Вполне возможно, на уровне очень серьезного уважения к противнику. Как в «Войне и мир» было написано, что Наполеон, ну, как бы, вроде по личному распоряжению Наполеона, офицеров, которые были ранены на поле боя, вражеские офицеры, лечили вместе с французскими офицерами. То есть, считалось, что вот это офицерство, оно превосходит тот факт, что они по разные стороны баррикад оказываются. В разных армиях, даже в воюющих армиях находятся. Честь офицерства. Если офицер, ему все равно оказывается та же помощь, что и своему. Офицер выше разницы в армиях. Вполне возможно, что здесь будет то же самое. То есть, как раз, слуги Бога и слуги Антихриста, непосредственно приближенные, смогут держать статус-кво. А основываясь на как раз прошаренности, интеллектуальности, нежелании сползать вот в это вот омерзение какое-то в жизнь, такую полуживотную или полностью животную, или недоживотную. Вполне возможно, что каким-то образом они до поры будут сохранять статус-кво. Понятно, что потом никакого статуса-кво не будет. Но до поры вполне возможно. И вот здесь я бы как раз все-таки еще раз рекомендовал вам над этим вопросом подумать. И подумав, и может быть увидев свои несовершенства, задаться следующим вопросом. Может быть стоит посовершенствоваться? Может быть мир все-таки не так прост, как он кажется? По крайней мере из низового положения он кажется. Когда там надо за пайку работать, а проще эту пайку украсть и так далее. Может быть для чего-то, не знаю для чего, но для чего-то очень важного. Нужно пестовать свою личность. Нужно, например, обуздать эмоции. Негативные в первую очередь. Но потом и позитивные. Чтобы сознание давлело над тем, что в православии называется движение крови. По сути, ну гормоны, по-простому говоря. Может быть стоит действительно сознанием руководствовать свои поступки. Может быть стоит даже отказаться от тех аморальных действий, которые вроде бы аморальные, сейчас слово-то это уже как бы, причем-то аморально. Они законны, да, они не противозаконны. Амораль это, как говорится, ее там придумали непонятно зачем. Но может быть здесь при разделении накасты будет учитываться и мораль. И может быть человек, который там какой-то допустимый алинизм, не знаю, условно там трах и пока дают, вот такие принципы исповедуют. Может быть он не сильно-то и приподнят на теми, кто будет явно уже ниже уголовного кодекса идти. Может быть принцип разделения накасты это не уголовный кодекс, а именно количество человеческого и животного. И может быть по какой-то причине, может быть вы каким-то шестым чувством там почувствуете, что это важно. И вот по причине, которая важна, для чего-то вы будете взращивать в себе человека. Не знаю, вдруг. Все это чистая утопия, чистая сказка, как я уже сказал. Вам почему-то захочется перейти в другую касту. Несмотря на отсутствие пока что суперкомпьютера. Подумайте над этим, друзья. Это самосовершенствование. И да, оно, разумеется, идет не только в рамках там законодательства. Законодательство по большому счету это сдерживание стада. За исключением там дискриминационных каких-то норм. Но основная масса регулирования человеческого и человеческой жизни, она как бы вверху законодательства, выше законодательства. То есть то, что вам убивать нельзя, ну это слишком очевидно. Слишком. Но то, что вы можете там, не знаю, каждый день новых партнеров себе находить, в принципе-то ничего противозаконного, ежели оно по обоюдному согласию. Но сильно ли вы поднимаетесь над убийцей? Мы сейчас не берем уголовный кодекс. Мы берем скота-составляющую, скажем так. Или же наоборот человека-составляющую. Сильно ли вы здесь подниметесь даже вот над таким уголовником, рецидивистом? Там, не знаю, кровавым каким-нибудь маньяком. Подумайте над этим. И может быть действительно вы увидите цель совершенствоваться. Вот это в рамках того, что тех идей, которые мне сейчас приходят, допустим, с тем же кругосветным путешествием, с саморазвитием, что может быть после эмиграции, когда я вырвался из России, там вот кругосветное путешествие, те цели, духовные в первую очередь, которые я ставлю перед этим путешествием, мне сейчас вот эта идея близка, очень близка. Подумайте, может быть она будет близка и вам. Может быть вы поймете, что даже живя в лесу или на необитаемом острове, нужно тем не менее есть ножом и вилкой. Но утрирую, конечно, не в ноже и вилке дело. И не в том, чтобы вилка в левой руке была. Но нужно оставаться осознанным человеком. Хотя казалось бы, да, какая разница, где, я не знаю, там, нужду справить, грубо говоря. А вот есть разница. Вы живете на необитаемом острове и в принципе можете нужду справлять где угодно. Вот, но может быть вам все-таки создать отхожее место и не справлять ее, где попало. Для чего? Не для чего. Никаких конкретных целей, для собственной личности. И вполне возможно вы увидите связь, скажем так, где справлять нужду и собственной личности. И я беру, разумеется, самые низовые примеры, там, справлять нужду, да. Может быть что-то большее. Как знать. Советовал бы, друзья, вот над этой темой подумать. Просто чисто так вот над этой сказкой. Может быть для кого-то это окажется не совсем сказка. Или совсем не сказка. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...